Про кольца многочленов, про наибольший общий делитель И напомню, что когда мы говорили про наибольший общий делитель Мы рассматривали многочлены с коэффициентами в поле В прошлый раз были такие понятия, как наибольший общий делитель для двух многочленов Мы доказали его единственность Напомню, что наибольшим общим делителем назывался приведенный многочлен Не забывайте это Хорошо, потом мы поговорили про алгоритм Евклида И сегодня на семинаре вы уже должны были потренироваться Что-то там делить, находить остатки Но алгоритм Евклида – это такая хорошая вещь для нахождения наибольшего общего делителя Работает все ровно так же Замечу, почему мы рассматривали поле Потому что делить мы учились только на приведенный многочлен Вообще в каком-то кольце Но тут может так возникнуть, что у вас пока будут эти алгоритмы Евклида Будут какие-то неприведенные многочлены Но чтобы с этой проблемой не сталкиваться, у нас было поле Хорошо Мы еще разговаривали про взаимную простоту Когда у нас были многочлены взаимно просты Когда их нот был единичкой И это означало такую вещь, что существуют такие многочлены H1 HM То есть существовали такие H, что такая сумма равна единице И иногда за взаимную простоту вот это определение принимают И мы сегодня тоже об этом поговорим Так, ну это то, что у нас было А закончили мы на том, что решили рассматривать кольца вычетов Что мы делали? Так, K у нас по-прежнему поле Такое красивое И мы рассматривали такой объект Где вот это круглое F в круглых скобочках Это было под кольцо, которое означало Все делящиеся на Обозначало все делящиеся на F многочлены Там же или H на F Где H это просто какой-то элемент K от X Это было под кольцо в кольце многочленов Все согласны, что под кольцо А даже кто-то знает такие слова про идеал Это вот оно и есть Хорошо Ну и мы договорились брать классы эквивалентности Как мы их брали G1 и G2 У нас были сравнимы по модулю F Это означало, что их разность Делится на F То есть принадлежит этому под кольцу Замечательно А, да, точно Хорошо И мы получали классы эквивалентности Да Вот такие В классе живут элементы, которые отличаются на многочлен кратный F Так, все, спасибо И называлось это все классы вычеты по модулю F Отлично Как надо вводить сложение и умножение на классах эквивалентности Ну понятно как Ровно так же, как мы это для ZN делали Это определение, что вот так Можно перемножать классы эквивалентности Оно определено корректно Что значит в этом случае слова корректно определено Это значит, что если вы взяли какие-то два представителя из класса G Да, не важно То есть это определение не зависит от того, кого вы взяли В качестве представителя данного класса Ну, например, давайте корректность умножения проверим Что тут написано Написано, как проверить корректно Ну, пусть у вас какие-то элементы G1, G2 Да, они принадлежат классу Да И H1, H2 Они принадлежат вот этому классу Ну, тогда Тогда у вас G1 на H1 сравнимо с G2 на H2 По модулю F Согласны? Ну, а это значит, что Это значит, что G1 на H1 И G2 на H2 Они принадлежат одному классу Да Ну, они оба принадлежат классу Например, G1, H1, F Вот, что надо проверять для корректности То есть, независимость этого определения От конкретного представителя в классе Так, ну и какие у нас есть хорошие элементы всегда? У нас есть всегда хорошее подполе А именно это константы То есть Если вы взяли многочлен Да В какой-то степени Ну, давайте F у нас будет степени 1 или больше Чтобы Чтобы что-то нетривиальное получать Здесь это укажу То есть, как минимум, линейный Тогда у вас Всегда в этом поле Всегда в этом кольце Есть Классы Констант Согласны? Почему? Потому что они брать Я думаю, что это поле Нет, нет, это не поле Это я оговорилась У нас не всегда Когда вы факторизуете по многочленам Получается поле Я просто говорю, что там обязательно есть вот такие классы Которые соответствуют константам Потому что они обратимые Тут только константы А какая разница Обратимые, они не обратимые Я просто говорю, что есть такие классы А, ну подполье, да Потому что они обратимые Образуют подполье То есть это такое вложение нашего поля К Можно считать, что это вложение К В К От Х Так По Ф Получается естественное вложение Естественное вложение А именно вы любому элементу из класса Поставляете класс Соответствующий константы Понятно, почему константы задают разные классы? Почему? Почему все вот эти классы Выписаны из всех констант Почему они разные? Потому что у вас многочлен степени Больше или равна единице, да? Правильно? Ну, представьте У вас какие-то бы две константы Лежали в одном классе Это значило, что их разность делилась бы на этот многочлен Что невозможно, да? То есть их разность должна быть нулем А это значит, что они совпадают Согласны? То есть действительно Это корректно Определить вот эти классы Более того, мы с вами будем писать Даже не просто С от Ф А дальше писать просто константы С И это будет корректно Почему? Потому что Если у вас есть какой-то класс Класс там, не знаю, С от Ф И вы его умножаете на С от Ф Где С константа Это то же самое будет, что С на Ж от Ф И мы будем просто иногда писать С на Ж от Ф Мы будем просто их писать С Вот такие константы Хорошо Теперь, раз вы это поняли То, наверное, несложное упражнение Упражнение Проверить следующее Что если вы верите в фактор По такому линейному многочлену То как вы думаете, что вы получите? Вы получите нечто Изоморфное К Почему? Потому что все остатки возможные На линейный многочлен Это только константы Вот те, они все различны Как мы с вами поняли Эти классы Ну и понятно Умножение и сложение Происходит ровно по тем же законам Как и в поле Так что факторизовать почему-то линейному Не очень интересно Вот по этим причинам Хорошо Теперь давайте поймем, как все классы устроены Как-то наведем тут порядок для этих колец Вот у вас есть многочлен G Что вы можете сделать? Вы можете его поделить на F с остатком Правильно? Тогда этот Эта степень Ну поделить с остатком Значит, что степень R Будет меньшей степени На что мы делили F Прекрасно То есть R Будет тоже принадлежать Классу G От F Более того Мы говорили, что У нас вот это представление Для деления с остатком Единственное Помните? Напомню, что Там была важна Целостность кольца Для деления на приведенные многочлены А не на неприведенной поле Но вот когда коэффициенты из поля Вообще все хорошо И такое представление единственное Это у нас было на прошлой лекции Ну хорошо Тогда У вас получается Вы для любого G Находите такого представителя из класса Степени меньше, чем F Да? И в любом классе Вы можете найти представителя степени Меньше, чем F Это прекрасно Потому что нам тогда надо иметь дело Только с многочленами степени меньше, чем F Но и этот представитель единственный Получается В классе G, F Имеется Единственный Представитель Представитель R Такой, что степень R Меньше степени F Единственный из Единственности Деления с остатком Из однозначности деления с остатком Прекрасно Ну что теперь будем делать? Ну, теперь мы можем каждый класс Единственным образом записать в следующем виде Смотрите, в каком Мы возьмем класс Многочлена произвольного Который во степень А, вот написали Которого степень меньше, чем F Ну, давайте Я напишу, что степень F равна N И я хочу сказать, что так устроены все представители Да? Ну, запишем его в таком виде Как A0 Это у нас какие-то константы Аиты По правилам сложения Да? Как мы определяли на классах И умножения Я могу написать следующее А именно все переписать через представителя Икс Тот класс, где лежит х Я могу через эту букву Ню Все переписать А именно Как A0 Плюс A1 Ню Плюс A2 Ню квадрат Плюс и так далее То есть все элементы имеют такой вид Да? Где мы зафиксировали просто вот этот класс Буквки Х Но напомню, что A это у нас константы Мы уже поговорили, что это класс константы Будем их просто обозначать константами Хорошо Ну и давайте посмотрим Чему эта буковка Ню удовлетворяет Ну, очевидно, она удовлетворяет следующие вещи У вас F от Ню Равно Нулю Правильно? Потому что Ню это класс Х Да? Если вы подставите его Если вы подставите его в F Да? То получается Что вы должны получить нулевой класс Да? То есть можно думать О вот этих полях Как о расширениях То есть вы расширили ваше поле К Да? Буквка Ню Как? Разрешили брать Любые вообще Элементы Которые как бы поленомы по Ню С коэффициентами СК Да? С учетом одного соотношения Что F от Ню равно нулю И на самом деле Вы уже с таким встречались С расширением полей Да? Ну, давайте какой-то пример Чтоб это не сейчас не было Так, что мы с трём Наверное вот это Так, ну понятно, что все классы имеют такой вид Это вы поняли? Сейчас я не понял Правильно, например, а Вы берёте С обравнением Что берёшь там Их, например Один Представить Да, вы берёте класс Икс Изготавливаете из него такую штуку F Вот от такого Икс И получаете многочлен Который Ну-ка Который Который должен Который представляет класс 0 Ф же у вас представляет класс 0 Согласны? Ну и всё Значит, F от Ню равно нулю Да? Ну окей Ну давайте Вот у вас известный пример Возьмём поле Q И рассмотрим кольцо вычетов по Х квадрат минус 2 Да? Что нам говорят? Говорят следующее Надо взять представителя Да? Класса Икс Хорошо Обозначить его буквкой Ню На Ню следующее соотношение Ню квадрат Равно двойке Мы этот Ню с вами писали так Писали Ню как корень из двух Да? И про корень из двух Думали просто как О какой-то формальной вещи Главное, что её квадрат равен двойке Всё Это всё, что мы знаем Про корень из двух Ну вот мы так и делали И расширяли И рассматривали с вами поле Ну мы сейчас проверим, что это поле Которое получено при соединении вот такого элемента корень из двух Ку И мы с вами это уже видели Это то же самое, что факторизовать по многочлену Х квадрат минус 2 Давайте поймём И что нам говорит вот эта вещь Говорят Ну смотрите Любой Ню квадрат мы выразим Правильной высшей степени Поэтому элементы у нас какие тут Это А плюс Б корень из двух Да? Корень из двух Это как бы формально Вот этот класс Который соответствует Муковки Х Да? Ну и мы их складывали По правилам Которые вы прекрасно знаете А как мы перемотали Мы перемножали Мы учитывали каждый раз Что корень из двух в квадрате Это 2 Так Это что я пишу Так АС плюс 2БД Плюс СБ плюс АД На корень из двух Вот такие были правила Сложения и умножения Более того Была задачка Где мы с вами Ещё Вычисляли обратный Явно Для каждого такого элемента Вспоминаете? Что была такая задачка? Ну Ну Явно мы вычисляли Какой элемент Этому обратный На семинаре Как мы это делали? По сопряжению Ну да Ну да Ну наверное обратно Это Сейчас А минус Б Корней из двух Делить На А квадрат Плюс 2Б квадрат Такой что ли? Да И мы говорили Что Всё корректно Определено Потому что Знаменатель у нас Ноль только в том Случае Когда А и Б Ноль То есть Обратного нет Только у нулевого элемента А если А и Б вместе Не ноль То обратный Есть Так что Вот в данном случае Мы получаем Поле Да Не всегда Получается Поле Зависит от Вида Многочлена Ф И тут Замечу Что он Является Неприводимым У вас То есть Не раскладывается На линейные множители Над полем Куб Хорошо Какой вы Ещё знаете Пример Вы ещё Знаете Пример Расширения Полей Совершенно верно Следующий Хороший Пример Это расширение Р С помощью Корня из минус Единицы Вот эта штука Она и замокла Полю комплексных Чисел Ну как это Работало Вы опять Берёте И рассматриваете Получается Кто лежит Вот в этом Классе Лежат такие Элементы А 0 А Плюс Б Ню Где Ню в квадрате Равно Минус Единица Согласны? А А и Б Действительны Дальше Дальше Вы можете Явно Найти Обратный Тоже понятно Как Домножить на сопряжённый Поделить На А квадрате Классе Классе Можете Явно Найти Обратный Ну и Несложно Построить Изоморфизм С полем Комплексных Чисел То есть Про поле Комплексных Чисел Можно ещё Думать Как Про кольцо Вычетов Р от Х По такому Многочлену И это всё Вот эти Примеры Хорошо Так Но Обратный Понятно Как Написать А Минус Б На ню Делить На А Квадрат Плюс Б Квадрат Это Обратный Ну И Давайте Хорошее Предложение Докажем А Именно Что Если Ф У вас Неприводимый Многочлен Да То Тогда То Что Вы Получаете Кольцо Вычетов Это Поле Хорошо Так Где Мне Написать Там Наверное И Это У вас Будет Такой Рецепт Изготовления Новых Полей Ну Не Только Новых Полей Но И Колец Если Вы Какие Там Приводимые Многочлены Берете Но Это Вам Дает Уже Что Что Новое Не Известное Вам Ранее Отличное От Колец Зат Предложение Так Кольцо К От Х Поле Тогда И только Тогда Когда Ф Не Приводи В Кодекс Хорошо Ну Давайте Докажем Доказательство Ну Пусть У Вас Если У Вас Ф Приводим Это Значит Что Ф Равно Ж На H Правильно Где Ж И H Имеют Меньшую Степень Помните Что Такое Неприводимые Нельзя Разбить Произведение Двух Меньшей Степени Да Если Он Разбился Произведение То Тут Что То Из Этого Константа Что Что То Из Этого Многочлен Тоже Степени Ну Хорошо И Тогда У Нас Пусть Так Что Степень Меньше Чем Степень Разбился Он В Произведение Многочленов Строго Меньшей Степени Тогда Я Хочу Сказать Что Класс Ж На Класс H Чем Чем Будет Равен Совершенно Верно Потому Что Тут Получится F А Это Класс 0 Тогда У вас Получается Что Ж И Делители Нуля То есть Вот Эти Классы Ж И Классы H Делители Нуля Так Это мы в одну сторону доказали Да Ну Если F Не Приводим Так Это Первая Часть Вторая Часть Так Мы Заканчиваем В 20 Минут Правильно Хорошо У нас еще Много Времени Так И Вторая Часть Пусть F Не Приводим Если F Не Приводим Что Это Значит Это Значит Что F Значит F Взаимно Просто С Любым Ж Меньшей Степени Да Если бы он не был Взаимно Просто В любом Ж Меньшей Степени Это Означало Что У него Есть Какой-то Делитель Да Но И тогда Он Уже Был Приводим Так Ну Хорошо Он Взаимно Вопрос В любом Ж Меньшей Степени А мы Знаем Что Эти Ж В общем Ты Задают Все Классы Эквивалентности Ну Хорошо А для Взаимно Простых Мы Можем Найти Такие Значит Существуют Такие Многочлены H И Q Которые Нам Дают Единичку F На H Плюс Q На G Равно Единице Это Из Линейного Представления Нод Помните Из алгоритма Евклида Можно найти Эти H Ну Прекрасно Допустим Мы их Нашли Что Это Значит Это Значит Что У вас G На Q Как Классы Эквивалентности Классы Эквивалентности Соответствующим G Эквивалентности Дают Что Они Дают Класс Единичка Минус Ф Правильно То Есть Единичку То Есть У вас Для Любого G Найдется Кул Который С ним В Произведении Один Это Значит Что Класс Ж Обратим Напомню Что Когда Вы В Зетен Искали Обратный Вы Пользовались Тоже Алгоритмом Евклида На самом Деле Вы Тоже Искали По Алгоритму Евклида Такой Кул И Получали Обратный Элемент Ну Вот Такая Такая История Теперь Давайте Посмотрим Как Строить Поля Из П В степени Н Элементов Помните Я вам Обещала Что Есть Такие Поля Из П В степени Н Элементов Мы Знали З П Из П Элементов А еще Есть Из П В степени Н Конечные Поля П Это его характеристика Совершенно Верно Характеристика У Конечного Поля Всегда Простое Число Так Ну Давайте И Как мы Уже Видели Если Поля Там Есть Подполье Из Констант Которые Константы Образуют Так Все Стираем Ну Рассмотрим Такие Поля Возьмем ФП Это Поле Из П Элементов Мы Знаем Что Это Такое Еще Мы Это Обозначали Как ЗП Такие Поля Мы Знаем СП Элементов Давайте Из них Изготавливать Поле СП Степени Элементов Как Будем Действовать Берем Какой-то Многочлен Степени Ф Да Ой Степень Да Степени Н Хорошо Взяли И Смотрим Кольцо Вычетов По Модулю Ф Что Чтобы Мы Получили Поле Смотри Предложение Которое Я Стерла Ф Надо Брать Неприводимым Давайте Брать Ф Неприводимым Неприводимым Плюс А1 Ну Вот Как Мы Описали Так ДН Минус 1 Где Ню Это У нас Представитель Это Класс Соответствующий Иксу Да Ню Это Класс Соответствующий Элементу Икс Хорошо Сколько Таких Элементов Замечу Что у нас Поле Все На ДФ То есть Ашки Принимают Какие Значения От 0 До П Минус 1 Да П Штук И тут П Штук Ну И вот Все Такие Всего Таких Элементов П В степени Н Штук Да Потому Что Вы Ашек Можете Выбрать Последовательность Разных П В степени Н Но Вследуя Предыдущему Предложению Если Ф Не Приводим То Мы Получаем Поле Более Того Мы Знаем Как В нем Выглядят Элементы Да И Мы Знаем Сколько Их Их П В степени Н Штук Это Значит Что Мы Получаем Это Значит Что Вот Это Ф П От Х По Ф Это Значит Что Это Поле Из П В степени Н Элементов Замечу Ф Неприводим И Степени Н Да Поле С П Элементов Если Ф Неприводим И Степени Ф Равна Н Неприводим Вот Это Хороший Вопрос На самом деле Найдем Да Это Хороший Вопрос Да Найдем Но Мы Об этом Чуть Позже Поговорим Про Неприводим Многочлены Вообще Как Их Искать Ну Давайте Какой-то Пример Рассмотрим Так F Ну Давайте F2 От Х Не Знаю Кто-то На Семинаре Сегодня Его Делал Тут Всего Четыре Элемента Мы Ждем Поле Но На самом Деле Так И Есть Единичка У вас Обратно Сама Себе А Омега На Омега Плюс Один Равно Единички Сколько У нас Время Оно Оно Еще Есть Время Прекрасно Давайте Сформулируем Важный Результат Который Есть Для Этих Колец Вычетов А именно Китайская Теорема Об остатках Для Многочленов Я ее Сформулирую Потом Я Скажу Вспомогательную Лему Чтоб Ее Доказать И Докажем И Закончим Примерно План Такой Китайская Теорема Об остатках Ну Опять У нас К Произвольное Поле И Многочлен НФ Равен Произведению Ф1 На Ф2 На ФМ Взаимно Простых Попарно Взаимно Простых Так Ф И Те И Эвжи Те Взаимно Простых Для Любых И Ж Рассмотрим Следующее Отображение Наверное Вы Догадываетесь Какое Из Такого Кольца Прямое Произведение Колец Теорема Уже Возьму Возьму на Вооружение Как Надо Ребенку Спать Укладывать В китайскую Теорема Восток Просто Рассказываешь Все 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 Теорем я почему-то лекция городенцева тоже так засыпала я не могла своим части честно скажу но в общем такое отображение это изоморхизм колец надеюсь вам это напоминает только китайскую терем об остатках для колец вычета в которой мы видели напоминает при этом вообще одно и то же и даже этот галорф гомоморфизм устроен ровно так же хорошо теперь вы напоминание как мы вообще это все доказывали может вы уже забыли давайте вспомогательную лему докажем я сразу сделаю следующее ее докажу для произвольного коммутативного ассоциативного кольца с единицей дальше мы и будем пользоваться в любых случаях так мы и доказывали только для чисел прелесть хорошо доказываем лему лему у нас следующее так сначала надо определение давайте мы будем ведем такое определение взаимно простоты которые в общем-то дальше используются для произвольного кольца элемента и бы взаимно простые так взаимно простые разделе уже пишется да если существуют такие x и y что а x плюс b y равно единички давайте это у нас будут определение у нас где да существует конечно где к определение для ассоциативного коммутативного кольца с единицей то есть и в любых произвольно у вас есть ассоциативное коммутативное кольцо с единиц замечу что то что мы тут рассматриваем вот это вот к от x это ассоциативное коммутативное кольцо с единиц для него работает ну и взаимно простота так определяется для произвольного кольца пока мы знаем с вами для чисел что есть нот и нот единичка это равносильно этому условию это вы знаете и для многочленов в общем то то же самое да что если они взаимно просты это значит единичка вот так представляется тоже равносильно хорошо но из этого определения выведем общую лиму что в к для любого цска c по-прежнему ассоциативное коммутативное кольцо с единицей и для любых а и б взаимно простых верно верно следующее что если ассоциативное делится на б то то цель делится на б что такое делится в произвольном коммутативном кольце это понятно это значит существует такой элемент что произведение равно понятно так если c делится на а и на б на а и на б то цель делится на их произведение и третье что если а взаимно просто с каждым бы там бы с каждым бы один и так далее бы то он взаимно просто их произведение просто их произведение ну что давайте докажем определение все запомнили взаимной просто так но хорошо пишу что его взаимно просто давайте что у нас сделать ну прекрасно мы с вами это доказывали для целых чисел а теперь что видно на супер второе тоже видно второе тоже и третье а третье делается так пусть а у вас взаимно просто каждый башкой тогда найдите такие числа а x и т плюс б и т и грек и т равные единички ну это сколько там у нас больше м штук м таких равенств ну давайте напишу 1 тут ну и да нашли такие че но это определение взаимной простоты перемножьте все эти равенства что получится получится а на нечто плюс b1 bm на игрек м равно единички почему получится она нечто потому что и либо вы взяли все множители б так все игреки совершенно верно произведение всех игреков у вас либо в множителе и б да участвует либо а да то есть в каждом в каждом маноме у вас а в какой-то степени и тогда м минус количество штук а больше каких-то разных либо вы все башки перемножили вот это получили а если не все башки то обязательно а присутствует это значит а за скобку вынесется ну и все вуаля вот у вас условие что а взаимно просто с произведением б хорошо запомните это для любого ассоциативного коммутативного кольца с единицей и мы этим будем пользоваться дома упражнения из этой лимы вывести однозначность разложения на простые множители в кольце многочленов да мы с вами с помощью этой лимы основную теорему арифметики на самом деле доказывали если кто-то помнит да ровно тоже но основная теорема арифметики у нас для чисел было тут надо то же самое повторить для многочленов ровно такое же доказательство как мы делали ну все используют вот эти вот эту лиму хорошо ну давайте докажем китайскую и разойдемся и встретимся через две недели на лекции она через неделю на контрольной но это прям радость для всех я думаю я не знаю и спрашивайте меня что будет завтра я не знаю ну да я слышала о каком-то приказе ну посмотрим ой я бы их лучше тогда вам в зуме рассказывал ладно мы обсудим этот вопрос с учебной части хорошо давайте немножко подождем давайте после контрольной все решим вдруг вообще все закроют но я конечно надеюсь что нет но бывает разное не будем загадывать на две недели вперед я за то чтобы даже с учетом новых приказов максимально сохранить очные семинары потому что если еще и семинары онлайн это вообще труба если лекции по зуму или в записи но это еще ничего а семинары давайте постараемся как-то сохранить тем более вас мало да да ну хорошо но доказательства китайской теоремы а на все потерпите 10 минут осталось хорошо потом решим все ваши проблемы почти все но андрей андрей уже решает что фи корректно определено что это значит фи корректно определено что надо проверить что фи что не зависит от выбора от выбора класса ну от выбора же представителя же представителя же представителя же из класса ну я надеюсь это понятно делается ровно так же как в обычной китайской теории так еще надо проверить что фи гомоморфизм что значит что фи гомоморфизм помните это значит там фи от а плюс б это фи от а плюс б фи от а плюс фи от б помните и надо проверить что фи от а плюс фи от а плюс фи от а плюс фи от а плюс фи от б как это проверяется проверяется ровно так же как в обычной китайской теоремы об остатках надо вот эту штуку проверить да помните как мы это делали надо это проделать или нет нет все понимают это это будет следовать из просто правил деления с остатком на многочлены это все повторяет ровно так же как у вас было с числами но все равно надо убедиться что фи корректно определен фи гомоморфизм да но еще давайте тоже будет домашнее задание что а то мы не успеем вовремя закончить что фи имеет 0 фи керфи равно нулю ядро фи нулевое да а именно если мы тут если вдруг какой-то элемент перешел в ноль да как это проверить так на словах скажу если какой-то элемент перешел в ноль это значит что он делится на f1 он делится на f2 и так далее он делится на fm ну а значит он делится на f значит он был нулем поэтому ядро ноль хорошо самое интересное это построить это проверить что фи сюрреекция то есть по представителю здесь определить кого мы брали тут и это и есть китайская тюрема об остатках хорошо как это сделать и алгоритму очень напоминает то что у нас было с числами так помните как мы это делали нет мы там явно построили мы сказали что равномочное все а потом мы явно по эту сюрреекцию предъявили сейчас я напомню как там мы брали произведение помните все n кроме одного вот такая там была история вот тоже самое сейчас будем делать а какая непонятно зависит от фолика если у вас к конечно конечное поле то это конечно это кольца да и с кем с конечным числом элемент да а потом потом мы предъявили как вот по вот этим штукам найти элементы такое было это как решать систему сравнений но тут в общем то то же самое вы берете так надо у вас есть какой-то элемент r1 f1 какой там так сколько у нас их им штук до rm f на как по нему понять кто в него перешел при гоморфизме фи давайте смотреть то есть нам надо построить такой же который дает остаток р и т по модулю f и т и такой же да давайте такой многочлен построим тогда класс же будет тем элементом все ясно как строится мы изготавливаем такой многочлен произведение всех многочленов кроме этого да изготовили говорим что f и т взаимно прост с f ню где ню не равно и вспоминаем ту лему которую мы только что доказали что он взаимно прост с этими ребятами то взаимно прост с их произведениями с большой это да хорошо а если f большой и в маленькой и т взаимно просты то это значит что мы можем предъявить такие многочлены так давайте лучше здесь напишем значит мы можем предъявить такие многочлены аши т и т и т что эта штучка равна единиц это есть то что они взаимно просты а это значит что f и т на h и т сравнимо с единицей по модулю ф и т то есть дает класс единичку в к по и ф и т в к от x по и ф и т прекрасно но что мы имеем возьмем же и т равном вот эти f и т на аш и т и построим же как сумму r1 на g1 плюс r2 на g2 плюс rm на gm посмотреть что у нас получается теперь посмотрим какие остатки он дает при делении на f и т да ну допустим на f на f1 какой остаток мы знаем что же 2 там же м они все делятся на f1 по построению потому что они кратные в большому в котором у нас есть как множитель поэтому это делится на f1 и все это делится на f1 а эта штука дает остаток r1 при делении на f1 потому что же 1 сравним с единицей по модулю f1 все такая же штука была обычной китайской теории вот на самом деле такая моральная подготовка что китайская теорема в остатках более общая вещь и мы это узнаем в следующем модуль где уже будут фактор кольца по идеалу где будут фактор кольца по идеалу и будет ее общая формулировка но честно я не могла в нее врубиться на первом курсе пока не поняла простые формулировки поэтому это надо осознать и тогда будет понятно уже более сложная вещь еще у нас очень было прикольно на госэкзамене там была китайская теорема об остатках и кто-то думал что надо отвечать с этими фактор на фактор кольцами по идеалам одна девушка такая уверенная вышла и китайскую теорему об остатках про целые числа ну да, про ЗТН и главное это прокатило она с такой уверенностью рассказала школьное доказательство что вся комиссия была просто счастлива и ничего ее не спросили про фактор кольца по идеалу вот так так что надо знать хотя бы какое-то доказательство и уже это будет лучше чем ничего ул Продолжение следует...